И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами поговорим о страхах армянства, о панических настроениях в Армении, связанных с событием, которое произошло буквально на днях. Это встреча членов ОДКБ, произошедшая в Ереване. И отсутствие на нём первого лица России, Владимира Путина. А также молчание, бездействие, как стараются выражать представители армянского эксперт-хозяйства, членов ОДКБ в связи с жёсткими действиями, исходящими от Азербайджана, в отношении приостановления любых провокационных действий, исходящих от Армении. Правда, данный аспект армяне стараются выставлять немножечко по-другому, что Азербайджан, скажем так, проявляет агрессию, а не останавливает армянские провокации. Также мы поговорим с вами об ещё одной крайне интересной теме. Азербайджан – это ближайшие события на территории другой конфликтной территории постсоветского пространства. Это, конечно же, Украина. Какие шаги мы можем ждать в ближайшем времени от Украины для решения проблем, связанных со своей территориальной целостностью, а также попытки России ответить на шаги Украины? Что может использовать, в частности, Россия с жёсткими действиями вооружённых сил Украины? Вроде бы, на первый взгляд, эти две темы не связаны, но сейчас, когда мы с вами приступим к анализу, вы поймёте, что как раз-таки наоборот. Они теснейшим образом имеют связь между друг с другом. Также мы затронем не менее интересную тему – это козырь в рукаве у России, которую Россия, к сожалению, не использовала. И, видимо, поезд уже ушёл. Или, во всяком случае, отходит с перона вокзала. Ну, а теперь, раз, если я вас заинтриговал, давайте приступим. И начнёмте с тех страхов, которые были озвучены Аркадием Варданяном в его интервью антироссийскому каналу «Наян Тапан». Хотя канал, в общем-то, вещает при этом на русском, армянскому каналу. Варданян, отвечая на вопросы о той самой встрече членов ОДКБ и об отсутствии на встрече первого лица России, решил выставить данную ситуацию как некую форму страха Владимира Путина в связи с визитами на территорию иных государств. Интересно. Но при чём здесь государства, суверенные государства, и при чём здесь крайне условная республика Армения, чьи границы охраняют, я подчёркиваю, охраняют российские пограничники, чьи железные дороги и большинство предприятий так или иначе связаны с Россией, чьё появление на свет опять-таки было, скажем так, проявлено, не без помощи России, ещё во времена Грибоедова, Эриванское ханство, а затем Армянская область России. Это факты. Так при чём же здесь Армения и иные государства? Позвольте меня спросить. Я уж не говорю о том, что эти земли некогда принадлежали Азербайджану. Я убираю её в сторону. Это первое. Тем более Владимир Путин мог бы избежать любых рисков, достаточно ему было предложить встречу стран-членов ОДКБ на территории города Гюмри, 102-й базе, на её территории. Почему нет? И кто бы ему в этом отказал? Второй момент. Он попытался выставить, тире начал противоречить себе, что угрозы Владимиру Путину исходят прежде всего из окружения Владимира Путина. Да, тем более. Причём здесь иностранные государства. Если угроза как раз-таки наоборот исходит внутри его окружения, наоборот ему выгодно было бы почаще выезжать, охраняя Москву от вмешательства представителей оппозиционного, скажем так, крыла. Почему нет? Это так, мысли-слух. Второй аспект, который был озвучен данным так называемым армянским экспертом, это молчание, по его мнению, членов стран ОДКБ в связи с так называемой, по его мнению, агрессией Азербайджана против так называемой суверенной Армении и её территориальной целостности. Ну что ж, давайте с вами приступим и к этому аспекту, к его анализу. Почему молчат члены ОДКБ? Ну, видимо, при всём отсутствии космической программы России, о поневоле и космической программе стран ОДКБ, об этом аспекте, в частности, говорил ведущий Соловьёв во время проведения одного из своих ток-шоу. Он говорил о том, что российский, скажем так, космическая корпорация не позволяет России видеть даже всю территорию Украины. в связи с этим, как вы понимаете, выходит, что российская данная корпорация не позволяет России наблюдать и за другими территориями СНГ. не так ли? То есть, говорить о том, что Россия может спокойно определить, кто являлся виновником того или иного события на границе между Азербайджаном и Арменией, во всяком случае, что касается космической разведки, отсутствует. Либо находится под вопросом в связи с отсутствием именно спутников, российских спутников. Это первое. Но необходимо армянской стороне понять, что Россия, тем не менее, не слепое государство. Тем более, учитывая, что уж то, что на территории Армении российский сегмент представлен достаточно широко. От вооруженных сил до бизнес-структур, которые, конечно же, прекрасно осведомлены о таких группировках тире так называемых в кавычках клубах по интересам, на самом деле, военных лагерей, как тот самый лагерь, который принадлежит Вартанову, Вове Вартанову. лагерь под названием ВОМа. И таких лагерей немало. Почему я вспомнил о Вове Вартанове? Потому что Вова Вартанов открытую признавался, что совершал провокации уже после подписания договора о капитуляции Армении на территории Азербайджана. неужели Варданян об этом не знает, не осведомлен? Или думает, что об этом не осведомлена Россия и члены стран ОДКБ? было бы крайне смешно. Но давайте перейдемте с вами к той теме, которая теснейшим образом связана с отсутствием Владимира Путина на встрече глав ОДКБ в Ереване. Я говорю про ситуацию, так или иначе связанную с Украиной. Данная ситуация, конечно же, по-любому является проблемной. И для Владимира Путина на первом месте стоит уж простите меня не ситуация в Закавказье, которая хотя бы в каких-то рамках нашла свое решение, а ситуация в Украине. Не так ли? Потому что она грозит перерасти уже в Третью мировую. С дня на день. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь. Поэтому Путин ставит просто грамотно приоритеты. Где угроза, там его присутствие и необходимо. Либо если угроза крайне глобальная, то его присутствие необходимо в Москве. Не так ли? Для большего тире более усиленного контроля доверять окружению, к сожалению, Владимир Путин уже понял, что у него нет таких возможностей доверять окружению. я уже говорил неоднократно в частности про Лаврова. Те же аспекты я озвучивал и в отношении Кадырова, которые заставляют Владимира Путина, скажем так, скептически относиться к нынешнему своему окружению. В отношении Кадырова я просто напомню в отношении Лаврова, напомню некоторые моменты. Лавров это оскорбление Израиля и еврейского народа, за что Владимиру Путину пришлось извиняться перед Израилем. А в отношении Кадырова можно напомнить один хотя бы сегмент, вошедший уже в историю, когда Владимир Путин и Зеленский чуть не подписали мирный договор. Что тогда говорил Кадыров? Что его люди, его люди, я подчеркиваю, говоря о вооруженных силах России будут продолжать боевые действия, что бы там Владимир Путин не подписал? Как же после этого можно доверять собственному окружению? Поэтому доверия нет. Поэтому Владимир Путин выбирает находиться на территории России. Ну, раз мы уже затронули тему Украины, то давайте перейдемте к ней, к данной теме. Какие же действия может, скажем так, совершить Украина для реализации своих прав на целостность своего государства? на мой взгляд, сейчас мы с вами можем наблюдать два момента. Первый момент это активизация заявлений Украины по освобождению Крыма. С другой стороны, заявления также отдельных представителей властей Украины по жестким действиям на территории самой России. Что из этих аспектов выберет Украина, большой вопрос. Но оба эти момента могут привести действительно к признанию целостности украинского государства в неочередной раз со стороны России. Почему я об этом говорю? Ну, давайте представим себе такой небольшой момент. Вооруженные силы Украины захватывают небольшой городок на границе с Россией и проводят там такого же типа референдума, который Россия проводила в момент аннексии захвата Херсона в Херсонской области, в Харьковской области. Я уж не говорю про Донецку и Луганску, а также в Крыму. Такого же типа референдум. где большинство населения проголосует за отделение от России. И Украина тут же признает этот референдум легитимным. Что это даст Украине? Игру в референдумы. То есть обмен референдума на российской территории в том городе, который будет скажем так условно отрезан от России на такой же референдум на украинской территории, которая отрезана уже вооруженными силами Российской Федерации. Например, в Донецке и Луганске. Почему нет? Или в Крыму тоже. Это первое, что можно ожидать от Украины. Второе действие это непосредственная скажем так попытка вооруженных сил Украины освободить Крым. Насколько какой вариант выберет Украина это большой вопрос. Но в обоих случаях у Украины появится козырь в дальнейшей игре с Российской Федерацией. Что может ответить и что планирует ответить сама Россия? По многочисленным данным достаточно основательный военный контингент Россия сейчас формирует в Белоруссии. Неужели Россия вспомнила о том прорыве который совершил Кавпак легендарный партизанский лидер во время Великой Отечественной войны когда с территории Белоруссии он прорвался на территорию Львова то бишь западной Украины. И неужели они услышали в частности вашего слугу который неоднократно задавался вопросом почему Россия атакует те регионы которые сама адресует озвучивать как русскоязычные русские регионы уничтожая население русскоязычное население в данной части Украины они проходят по территории западной неужели услышали вашего слуга и многочисленных других блогеров и экспертов но поезд ушел действовать по захвату Львова уже бессмысленно после того как уничтожены многочисленные города на юго-востоке Украины никто уже не поддержит данную позицию России даже среди тех русскоязычных которые возможно бы поддержали бы данную позицию если она бы исходила от России изначально в отношении захвата западной Украины уже никто поезд ушел поезд также ушел для России в отношении использования того того самого скрытого козыря в рукаве Российской Федерации я говорю про турах месхитинцев насколько же надо быть недальновидными я говорю про российских так называемых экспертов которые не подсказали Владимиру Путину перед попыткой аннексировать Херсон хотя бы реабилитировать турок месхитинцев которых на территории Херсона проживает свыше 40 тысяч это был бы козырь реальный козырь тем более турки месхитинцы уже не одно десятилетие ждут данного действия со стороны российских властей которые реабилитировали различные народы кроме турок месхитинцев интересно не так ли хотя чему мы удивляемся ведь большинство советников Владимира Путина или ближайшего их окружения данных советников это представители которые представляют именно армянские интересы которым крайне неудобно было бы говорить о реабилитации турок даже в пользу России Симоняны Багдасаровы и прочие разве им выгодно Соловьевы можно продолжать данный список конечно же нет конечно же нет дорогие друзья поэтому здесь удивляться вот не стоит что Россия прозевала еще один козырь но данный козырь может тем не менее быть использован на России для хотя бы более мирного урегулирования более мирного я не сказал мирного урегулирования конфликта тире войны между Россией и Украиной потому что тюрки проживают на обоих территориях и это мог бы быть хотя бы неким незначительным но мостиком между двумя странами тем более на фоне того что это могло бы сблизить Россию и Турцию Россию и остальной тюркский мир использует ли это Россия я не знаю не знаю дорогие друзья не могу на это однозначно ответить хотелось бы просто верить что найдутся те российские эксперты которые достучатся до Владимира Путина о том козыре который я только что озвучил я уж не говорю про то что данные эксперты должны достучаться и до того аспекта что Россия данная война ничего не даст я понимаю что сейчас некоторые из вас скажут прекрасно понимаю что а что же Россия делать уходить тогда придет НАТО а вот здесь необходимо кстати тот самый козырь о котором я говорил турки месхетинцы могли бы сыграть свою определенную толику вместе со сближением дополнительным сближением Путина и Эрдогана по недопущению НАТО на территорию Украины почему не разыграть данную карту с запуском турецких российско турецко украинского миротворческого контингента скажем так со временем это мое мнение конечно же тяжело говорить о российско украинско турецком миротворческом контингенте учитывая войну но любая война должна заканчиваться миром не так ли на этом все дорогие друзья я заканчиваю данное видео надеюсь оно вам понравилось ссылку на то самый дискуссию которая состоялась на канале Найан Топан я оставлю под данным видео вы сможете с ней ознакомиться так же как оставлю все необходимые данные для спонсирования канала на этом все всегда ваш до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...